2 февраля более 200 человек собрались на площади свободы в Мариуполе, чтобы почтить память музыканта Андрея Кузьменко-Скрябина, который год назад погиб в ДТП. По словам одного из организаторов Антона Тельбизова, встречу через соцсети организовали представители Дворца культуры молодежной. Мы также созвонились с Ольгой Михайловной. Это мама Андрея Кузьмы. Она очень благодарила, что Мариуполь помнит, поддерживает. Она до такой степени трогательно говорила и плакала, что было очень неожиданно, потому что я думал, что будет все в официальной форме. Она пообещала сделать видеообращение, но, к сожалению, позвони в воскресенье мне, она сказала, что она не может по состоянию своего здоровья. Организаторы принесли с собой портреты Кузьмы, а неравнодушные мариупольцы – свечи и лампадки. Скажите, пожалуйста, какие у вас любимые песни Кузьмы и с какими чувствами сегодня, что вы пришли на эту встречу? Самая любимая песня – его про маму. Она очень трогательная и она очень запоминающая. Просто решила прийти, вспомнить, потому что таких людей, как он, очень нужно вспоминать. Ну, вот последнее, вот открыл, как пианобой, шампанский, вот это очень мне, вот как-то так, перепели песенку его, хорошо. А сегодня, вот, ну, с какими чувствами сюда пришли? Ребенка привел, тоже, вот, чтобы как-то почтить память. Талантливого, хорошего человека. Собравшиеся исполняли известные композиции музыканта и песни, посвященные погибшему. На проекторе, установленном у сцены, показывали клипы группы «Скрябин», фронтменом которой был Андрей Кузьменко. Участники мариупольской группы «Дрим Тим» говорят, «Скрябин – человек, который полностью отдавался творчеству, а теперь память о нем и его музыка вдохновляют молодые группы». Начнем с того, что «Скрябин» – это очень великий человек. Если люди устраивают такие большие массовые мероприятия, то это о чем-то говорит же. Что он небезразличен нам. А почему? Очень дорог, очень хороший человек, писал хорошую музыку, отдавался с душой своему творчеству. И в конце концов он, ну, понимал нас. На твоих джинцах американский право, на твоей мать, у канадских новой листя, у твоих очах вредно тільки одне питання, хто мне скажет, чому я тут народився. Не твоя вина, что ты, батька, своего сына, а твоя вина, не обидти будет мир. Не слетайся за твоя земля, не слетайся за Украину, добрый танк, еди на землю, стань для батька нормальным сыном.